Здравствуйте, товарищи! Сегодня у нас очередная лекция в Университете рабочих корреспондентов. И прочитает ее нам председатель секции скорой помощи профсоюза действия Межрегионального профсоюза работников здравоохранения и действия Бобинов Игорь Вячеславович. А тема лекции – ведение коллективных переговоров. Здравствуйте, я являюсь активистом профсоюза действия и, соответственно, профсоюзная борьба занимает в моей жизни достаточно много сейчас времени. Пришлось уйти на одну ставку, потому что именно свободы времени для развития и для работы в профсоюзе не хватало, потому что известно всем, что в связи с так называемой оптимизацией медицины, то есть у нас оптимизация идет с 2008 года, но это так называемая оптимизация, соответственно, медицинской отрасли приходит все больше и больше упадок, то есть мы совсем давно работали в натяг, то есть хватало более-менее на какое-то оказание более-менее медицинской помощи, и вот когда случилась эпидемия, с которой мы сейчас, пандемия, которая сейчас переживает весь мир, то, соответственно, стало видно, что тех медицинских ресурсов, которые сейчас есть, совершенно не хватает для оказания медицинской помощи. И в связи с тем, что так называемую оптимизацию никто не отменяет, то, соответственно, все будет ухудшаться, ситуация с медициной будет ухудшаться и ухудшаться. Так как вы все это видите, а мы, медицинские работники, испытываем непосредственно это каждый день, вот это ухудшение именно в сфере медицины, мы испытываем это на себе, этим можно объяснить, что наш профсоюз действия растет именно семимильными шагами, у нас, в принципе, сейчас каждые два дня открывается первичка именно на территории России. То есть мы уже из межрегионального, то есть это вот критерий меньше 50% регионов было в нашем профсоюзе, сейчас уже стали общероссийскими, то есть мы представлены в большинстве регионов нашей страны, но еще раз повторюсь, профсоюз растет ударными темпами. Первички возникают, в принципе, они вот как раз самое начало, они небольшие, но их становится много, и встает вопрос, каким же образом бороться именно на местах, каким образом, чтобы были эффективны вот эти действия. Наш профсоюз является таким смешанным, то есть мы делаем упор на коллективные действия, объясняем, что коллективные действия должны быть во главе угла, но очень много также приходится и на различные обращения в суды, в прокуратуру. И вот был последний форум в Санкт-Петербурге непосредственно два выходных назад, когда собрались активисты профсоюза и стали рассказывать о том, как они ведут сейчас борьбу, в том числе за выполнение вот этих указаний президента, выполнение этих постановлений об оплате медикам за COVID. Выяснилось, что за COVID платят более-менее хорошо только в центральных регионах, по стране идут, либо не выплачивают вообще, либо с большими нарушениями, плюс какие-то категории работников медицинских остаются в разгар пандемии вообще без выплат. И стали сравнивать вот эти пути подходов как лучше, где лучше платят, где лучше находят именно рядовые медицинские сотрудники и общий язык с работодателями. Выяснилось, что наилучшая обстановка в регионах именно в Пензе. Пенза – это такой редкий случай для нашей страны, в том числе для нашего профсоюза. Это когда в профсоюзе стоит более тысячи человек, и вот эти тысячи человек в прошлом году подписали коллективный договор, и они по этому коллективному договору живут. Получается так, что на данный момент даже те выплаты, которые для некоторых категорий работников, которым, в принципе, в России никому не выплачивают, в Пензе выплачивают только из-за того, что они уже проявили себя как сплоченный коллектив, который может отстаивать свои права, в том числе и с помощью так называемой забастовки. Почему так называемой? Потому что они, это в основном сотрудники именно скорой помощи, и вы знаете, что сотрудникам скорой помощи забастовки устраивать нельзя по закону. То есть, там перечислено небольшое количество профессий, которым нельзя участвовать в забастовках, организовывать забастовки, в том числе и скорая помощь. Соответственно, забастовка называется итальянским, на самом деле это работа по правилам. Рабочая партия России выпустила в этом году вот такую газету, называется «Красный доктор». Именно на второй странице вот этой газеты, вот здесь вот как раз рассказано о том, как они двигались вот к такому хорошему успеху, вот к успешным своим действиям, как они действовали от момента возникновения вот этого вспышки того, что все происходит неправильно, не то, надо что-то делать, до момента заключения коллективного договора. Это как раз об этом большая статья. Там рассказывает непосредственно медицинский брат Андрей Бородин, то есть вот здесь отражено еще такой момент, все спрашивает, а кто должен там вот возглавить профсоюз? Мы не хотим изглавить профсоюз, мы мало знаем, у нас нет высшего образования, говорят фельдшеры, допустим, говорят медсестры, нам не хватит опыта, знаний и тому подобное. Выясняется, что самый лучший профсоюз поставили, ну, именно организовали два медицинских брата, анестезиста со скорой помощи, и когда они заключали вот этот, вернее, когда они организовывали эти действия, то есть они поняли, что им нужна помощь, они обратились в профсоюз с действия, получили юридическую помощь, но именно основные, вот, именно основные вехи, основная работа легла, естественно, на них, то есть они организовывали этот профсоюз, они привлекали, они сквотили хороший актив, они на их плечах, именно они вынесли первую победу, после которого весь коллектив зажегся, и в дальнейшем у них очень хорошо это все образовалось. Опять же, у них были вот эта итальянская забастовка, которая прошла в три этапа и закончилась в три дня, потому что работодатель понял, что шутить уже тут не приходится, надо договариваться, и в дальнейшем они взяли непосредственно проект моего коллективного договора, который я написал именно здесь, в Санкт-Петербурге, и они взяли его за основу, и, в принципе, все, что они хотели, они закрепили в коллективном вот этом договоре. Был такой момент, именно вот здесь вот об особенности коллективного договора, но первое, я повторюсь, что нельзя сдавать некоторые позиции вообще, то есть нам по закону положено, если мы выходим на коллективный договор, то, соответственно, вот те 5-6 человек, которые будут в комиссии, соответственно, они по закону освобождаются от работы, и им платят 3 месяца по среднему. Здесь ребята не дожали этот момент и согласились на то, что только один человек будет освобожден от работы, и только на один день в неделю. То есть они вот пошли на такие уступки, думая, что работодатель как бы поймет, что вот они пошли на уступки, и работодатель пойдет на уступки. Нет, такого не случилось. Наоборот, они тянули переговоры все 3 месяца, и когда уже надо было подписывать коллективный договор, то есть вот последний день, намечено последнее число, с утра им заявляют, что вот есть другой коллективный договор, который они все вместе и подпишут. То есть они непосредственно, вот эти вот ребята, вот эти тысячи человек, вот эта комиссия из 5 человек, они непосредственно заключали коллективный договор даже не с работодателями, а с главным врачом скорой помощи. А там получилось так, что они противостояли вообще всему Министерству здравоохранения, именно Пензенской области. То есть против них были задействованы лучшие юристы и тому подобное. Но опять же еще раз говорю, что вот им объявили это с утра, и коллективный договор подписали именно их, коллективный договор, который они обсуждали в течение 3 месяцев, только потому, что именно медбрат Павел Кузнецов вышел от комиссии, сказал, либо мы подписываем этот договор, либо мы опять уходим в забастовку. И все. Началось это в 9 утра, в 11 вечера они уже подписали тот коллективный договор, который и надо было подписать. То есть какие бы ни были коллективные, ну вернее, какие бы ни были умные переговоры со всякими ухищрениями, то есть в принципе там применялись всякие методики, которые психологические увертки, кто должен за каким столом сидеть, кто перед кем сидеть, тому подобное. То есть все равно это было все скомкано, выброшено по большому счету в корзину. И если бы работодатель не знал, что конкретно за ними коллектив, я думаю, все бы вот и подписали бы коллективный договор, который предложила администрация. И по большому счету Министерство здравоохранения Пензы и Пензенской области. И вот здесь вот основной момент, это вот коллектив. Работая с людьми, именно по работе с людьми, в профсоюзе действия, у всех разные моменты, разные исходные позиции. Ну вот возникают одиночки, которые сколачивают хотя бы вот первое такое начальное звено первично-профсоюзную организацию из трех человек, и они на месте уже пытаются развернуть работу, и постоянно возникает вопрос, а с чего начать-то? Разговор идет как раз о коллективных действиях, о чем вот на форуме говорили. Да, мы можем подолгу стоять там, в судах, в прокуратурах, обращаться в ГИД, еще что-то такое делать, но по большому счету ни к чему это хорошему не приводит. И даже юристы, которые объясняли юридические тонкости по всем вопросам, они объясняли следующее. Ребята, давайте отходить от этих всех обращений в суд, давайте организовывать именно большие профсоюзные места, большие первичные организации, только так можно добиваться именно значительного улучшения условий труда, повышения заработной платы, ну хотя бы по той же пензе. Им говорили, что нет денег на здравоохранение и на скорую помощь в частности, но в дальнейшем они нашли больше полумиллиарда для того, чтобы увеличить зарплату именно медицинским работникам на станции скорой помощи Пензы. Поэтому только коллективные действия, об этом и говорят юристы, именно профсоюза действия. Да, они могут там спасти какого-то активиста, которого там где-то подставили на работе. Но вот этот вот момент, когда у тебя в коллективном договоре 300 пунктов, и каждый пункт отражает именно то состояние, которое есть на данном, на предприятии, и улучшает его, то никакие суды не будут рассматривать 300 пунктов. Будущее за коллективными, именно договорами и за коллективными переговорами. И вот, общаясь непосредственно с сотрудниками на местах, вот на меня вышел недавно товарищ и говорит, с чего начать? Вот у меня есть, короче, вот такое вот дело, вот надо что-то вот такое подскажи. Я говорю, ну хорошо, я подсказываю, у тебя вообще есть какие-то требования, хотя бы один, два, три, четыре? Он говорит, нет, нет, ну просто пойми, там вот люди, они не хотят, они ничего не хотят, они стоят в стороне. Я говорю, ну хорошо, давай с другой стороны. Вот представь, вот ты сейчас приходишь к себе на предприятие, вот к себе в больницу, и все за тебя, вот все до одного за тебя веди. Куда ты поведешь? У тебя есть план какой-нибудь? У тебя есть какой-нибудь план? Выяснилось, что никакого плана нет. Он говорит, да, хоть надо, да хоть с чего-то там осознать себя в пространстве, что да, мы будем бороться, а за что бороться, как бороться и тому подобное. И вот здесь возникает вопрос перед каждой первичкой, это как же объяснить коллективу, то есть привести коллектив к единому знаменателю, чтобы вот этот коллектив понял, да, вот это мои, мои насущные, вот именно требования, и мне надо за них бороться. Вот каким образом это сделать? Ну, в профсоюз действия предпринимают следующие моменты, то есть создается первичка, и в дальнейшем рекомендуется написать либо коллективный договор с выжимкой, и вот конкретно, то есть вот если есть коллективный договор, выжимка, то, соответственно, по выжимке там есть конкретные пункты, и по этим пунктам делается листовка, именно мы хотим вот это, потому что, ну, объяснение каждого пункта, потому что, как выясняется на месте, люди даже не знают, что попросить, то есть говорят, ну, вот зарплата маленькая, и все, на этом все и заканчивается, вот этот вот кругозор, и не понимают, что же еще потребовать, и плюс еще сейчас уходит то поколение, которое говорил, а вот надо бы вот это, вот я был в профсоюзе, у нас там вот эти, эти и эти пункты были, куда же они сейчас делись из нового коллективного договора, который заключает именно начальство с желтым профсоюзом, и вот этот вот, вот эти люди, они уходят, а новые даже не знают, за что бороться, как бороться, почему бороться, и вот с помощью, ну, еще раз говорю, надо привести коллектив к единому знаменателю, так как вот есть такая газета «Красный доктор», то, соответственно, каждой первичке высылается эта газета, и она получается как листовка, то есть, ну, такая достаточно большая листовка, то есть на первом, на первой полосе написано, зачем же это, в принципе, рассказана такая интересная история, зачем в принципе профсоюз, когда в Петрозаводске была итальянская забастовка, люди стали работать по правилам, работать на ставку, и вот здесь женщина рассказывает, как она пошла, повела ребенка в школу, она говорит, а зачем вы мне, зачем, мама, ты меня в школу-то ведешь? Она говорит, ну как, ты же вот сегодня первое сентября, мама, ну я уже в восьмом классе, и соответственно, женщина из-за страшных переработок даже не видела своей семьи, и как бы здесь разговор идет о том, что зарплату, ради которой, нищенской зарплаты, которую она получает, можно бороться с коллективными действиями, и улучшить с помощью коллективных действий, в том числе и заработную плату. Вот, вторая страница здесь как раз идет о том, рассказ, чего можно добиться с помощью коллективных действий, именно вот эта вот обширная статья по тому, как начать именно с простого возмущения и закончить прогрессивным коллективным договором. Третья страница это как раз как вступить, как легко вступить в профсоюз действия, то есть здесь рассказано, ну как провести собрание, куда обратиться, и на последней полосе рассказано о тех успехах, которые добивается профсоюз. И вот проходя именно по Санкт-Петербургу, я как врач скорой помощи госпитализирую пациента в различные заведения, посещаю различные заведения, выяснилось, что даже, ну казалось бы, профсоюз действий, кто его не знает. Оказывается, даже в Санкт-Петербурге мало кто знает о профсоюзе действий. То есть мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда первое, о нас не знают, и второе, не знают, для чего этот профсоюз. И вот, чтобы преодолеть на местах хотя бы вот это, первичкам, ну как бы, раздается, по почте пересылается именно вот этот выпуск, который называется «Красный доктор», и этот «Красный доктор» хотя бы вводит в курс того, о чем я говорю, именно, что есть профсоюз, и для чего именно наш боевой профсоюз создан, и чем он отличается от тех карманных профсоюзов, которые есть в больнице практически во всех. Сейчас, непосредственно сейчас происходит, и в чем я конкретно сейчас участвую, это подготовка к заключению коллективного договора непосредственно у нас в области, во Вселожском районе, то есть во Вселожской межрайонной клинической больнице. Значит, там сложилась такая ситуация, что закончился коллективный договор, то есть там его приняли 6 лет назад, он прошел один срок, потом мы знаем, что коллективный договор продлевается еще на 3 года, если не идет никакого именно что-то нового, то есть кто-то не предлагает новый проект коллективного договора. Соответственно, эти все 6 лет прошли, и коллективный договор закончился, этим воспользовался работодатель, такой главный врач Шипачев, и он заключает с сотрудниками новые трудовые договоры, то есть такого нету в Трудовом кодексе Российской Федерации, но он идет на такой шаг, при этом идет предупреждение о том, что с ними будут заключать именно новые соглашения на новое положение оплаты труда, но при этом заключается новый трудовой договор, чего не было, ну, чего нет. И второй момент, идут ухудшения значительные, то есть у некоторых вообще срезается класс вредности, а раз нету класса вредности по СОУ, то, соответственно, нету доплаты за вредность, нету отпуска за вредность, и, допустим, с сотрудником поликлиники назначается шестидневная рабочая неделя, то есть, когда мы посчитали общую сумму времени, которую работодатели вот таким простым движением, да, забирают работников, то есть, допустим, у вас 30, ну, медика, 39-часовая неделя, но часто мы работаем с вредностью 3-3 из-за взаимодействия с биологическим фактором, это вот различные инфекции, спид, туберкулез, гепатиты, сейчас еще и вот эта новая коронавирусная инфекция, получается, вот, класс 3-3 это 36 часов, здесь было 39, вот это 3 часа в неделю уходит, да, вот, забрал он, затем при 30 положен отпуск 14 дней, класс вредности 0, соответственно, 14 дней ушло, вот, ну и работа вот эта вот 6-дневная неделя, это кажется, как бы часы сохранены, но сами понимаете, на работу доехал, с работы приехал, соответственно, еще уходит время, тоже это время уходит на доезд до работы и обратно, соответственно, мы посчитали, это примерно вышло в 3,5 года за трудовую жизнь, то есть, получается, у нас только что забрали 5 лет жизни, именно, продлив пенсионный возраст, и здесь еще главный врач просто своим вот этим новым трудовым договором отнимает еще 3,5 года, то есть, вот, 3,5 года, и мы предложили коллективу именно побороться вот за свое, за свое кровное и объяснили, что вот эти все акции, которые просто митинги там подобные ни к чему не придут, надо объединиться под, ну, допустим, под флагом профсоюза действий, либо какие-то другие предпринять коллективные действия и защитить коллективный договор, и здесь мне опять же понадобилась вот такая газета, то есть, я вам сейчас показал эту газету, а еще внутри мы распространяем это все в больнице, там в больнице примерно 2000 человек сотрудников, соответственно, мы определили вот такую листовку, на основной стороне как раз агитируется за то и объясняется что такое трудовой коллективный договор и как можно из коллективного договора изменить те ущербные положения, которые впихнули в трудовой договор, потому что коллективный договор должен улучшать именно все нормы трудового права, а на второй стороне и это очень себя хорошо зарекомендовало, то есть, вот, мы разместили именно упрощенные заявления для вступления в профсоюз и объяснили как это делать, то есть, мы ведем в том числе информационную информационную повестку именно даем через всякие каналы ютуб, это вот, например, через ютуб сайт профсоюза действия и через рабочее ТВ, ну, органы рабочей партии России, и вот здесь вот очень простой вариант, очень действенный, это человек заполняет просто эту листовку, с другой стороны фотографирует и отсылает на почту нашему лидеру Владимиру Геннадию Петровичу, у него очень простое мыло, вот это VGP67, собака mail.ru, и все, и люди стали вступать в профсоюз, сейчас наша организация, в организацию вступило за три недели уже больше двухсот человек, и как вот эта компания, она продолжается, и люди вступают, и вступают именно в профсоюз. Также мы в дальнейшем используем еще такое действенное, действенную вещь, это те, которые не захотят вступать в профсоюз, но все-таки хотят изменений, по статье 30 можно написать доверенность, чтобы конкретно представлять свои интересы, представлял определенный профсоюз, конкретно наш профсоюз действия, но это все основано на написанном коллективном договоре, именно коллективный договор, он отражает то, что хотят работники, причем именно профсоюз действия идет впереди всех в нашей стране, потому что все слышат о чем, вернее, все слышат о чем говорят допустим министры и тому подобное, но немногие понимают о чем идет речь, например, мы в своем именно прогрессивном коллективном договоре сейчас рассчитываем именно нормы труда, то есть о нормах труда Скворцова говорила два года назад, что министерство здравоохранения это первое министерство, которое возвращается к нормированию там и т.д. и т.п. и к сетке, к единой сетке оплаты и тому подобное, но Скворцову сняли, новый министр об этом не говорит, и вот в этом новом в прогрессивном нашем коллективном договоре мы будем просчитывать именно нормы труда для всех категорий работников, которые трудятся именно в больнице, потому что не секрет, что врачей работают, врачей, медсестер, вообще любых работников здравоохранения сейчас катастрофически не хватает, и даже в таких регионах как Санкт-Петербург и Ленинградская область не хватает тех же участковых врачей, узкие специалисты на пересчет и получается, что люди работают на, ну вот один терапевт работает на пяти участках, нагрузка большая и доплаты практически нулевые за это все и вот получается, что должна быть норма и когда спрашиваешь этих рядовых сотрудников скажите, пожалуйста, а вы знаете свою норму? Да, они знают, это та норма, которую спустили сверху, то есть понимаете, работодатель спускает сверху то, что он считает нормой, понятно, что он спускает норму, это то, что он должен закрыть вот этот вот участок, на котором должны работать пять врачей одним врачом и вот он на эту норму спускает на одного человека. Многие врачи именно даже во Всеволожске уходят с работы на три, на четыре часа позже, потому что не успевают разобраться со всей этой документацией, принять всех больных и это даже вне эпидемии, то есть это обычный вот такой режим врача. И вот нормы труда их несложно просчитать, они в принципе есть, министерство здравоохранения выпускает их постоянно, но тут сложилась такая интересная вещь, что именно министерство здравоохранения вот этих главных врачей не контролирует. То есть даже те деньги, которые они министерством опускают врачам, они бесконтрольно распределяются именно главными врачами на местах. И даже Скворцова, то есть новый министр сейчас не выступает, а Скворцова, когда под конец своей карьеры министром разговорилась, она говорила, что мы все деньги врачам выделяем именно по тем нормативам, которые указал президент, то есть 100% средним и младшим медицинским работникам и 200% от среднего по региону врачам, но эти деньги не доходят до именно врачей и других медицинских работников, потому что они где-то здесь теряются на местах. То же самое касается и нормирования рабочего времени именно нормирования нагрузок, то есть документы выпущены, но на местах они не спешат выполняться, потому что если они будут выполняться, то сразу же возникнет очень много вопросов. И люди на местах, вот мы рядовые врачи, мы в принципе не знаем об этих документах ничего. И если нет вот такой силы, как профсоюз действия, в котором все-таки есть люди, у которых есть более широкий кругозор именно в этой и во всей документации, то в принципе и поменять что-то снизу нету даже понимания чего менять и на что ориентироваться. И вот в новом прогрессивном коллективном договоре как раз и есть вот этот момент именно о нормах труда. Достаточно сложная вещь, потому что сейчас мы объединяем коллектив, и нам уже заранее говорят, что объединить коллектив особенно не получится, потому что те же импорожники говорят, непонятно вообще как вы будете это делать, потому что одно дело это форт, когда вышел в цех, и вот они 400 рабочих, и ты с ними занимаешься, агитируешь, какое-то собрание, а другое дело это в Северской больнице, в которых 72 подразделения, в них работает от 5 до 20 человек, они друг с другом вообще никак не пересекаются, причем и на отделениях тоже посменная работа, тоже практически не видят друг друга, и поэтому стоит архитяжелая задача, это объединить необъединяемое, но еще раз говорю, вот такая вот форма, когда написано, просто заполнить, фотографируя, отошли на мыло, объяснено, что профсоюз, именно федеральный закон 10 подразумевает под собой, что членство в организации будет тайной до определенного момента, пока сотрудник сам не захочет, либо не возникнет такой ситуации, когда уже больше 50% и нечего скрываться, когда уже скажут, все, ребята, вот сейчас надо как раздействовать, то человек находится под защитой федерального закона, и соответственно, только суд может потребовать списки, но опять же, не показывать их работодателям, даже прокуратура не может затребовать эти списки, то есть, очень хороший пример, это когда к Федотову это из докеров пришли и попросили списки с прокуратурой, он сказал, что ничего не дам, не положено, и не дал, соответственно, вот такая, вот такой федеральный закон 10, ну и, как говорится, мы своих не сдаем, не сдаем до последнего. Но здесь хотелось бы поднять следующий вопрос, именно о коллективных действиях, то есть, если вернуться вообще в принципе, вот, что такое коллективные действия, понятно, что профсоюзная, именно, профсоюзы находятся сейчас, вот эта вот коллективная борьба находится на самом низком уровне, вся профсоюзная работа в кризисе и вообще движение профсоюзное в кризисе, возникает вопрос, а как же людей организовать на местах, то есть, мы пересекаемся с различными профсоюзами, не только медицинскими, понятно, что профсоюз действий входит в конфедерацию труда России, там полно профсоюзов, и вот возникает вот этот вопрос, а как же людей на местах-то заинтересовать, как поднять их, и главное, как поднять на коллективные действия людей, и за последние годы, вот, за последние два-три года мы поняли, что вот такой вот призыв, который, а ну давай на забастовку, давайте, вот только забастовка все это решит, на месте не работает, то есть, когда появляется такой вот человек, который зовет на баррикады, вокруг все, как бы, от него сторонятся, и залезают под плинтус, и как бы давай-давай, а мы как бы посмотрим со стороны, то есть, и сейчас мы приходим к следующему, что в принципе людей надо организовывать, но как-то помягче, то есть, не сразу не звать на баррикады, не давать шашку, а что-то делать другое, и вот у нас есть такое понятие, как коллективный, как трудовой кодекс Российской Федерации, и в принципе он там подсказывает такую интересную вещь, это подписать с работодателем какое-то соглашение, то есть, коллективу объясняется следующее, ну просто всем, товарищи, вот у нас есть трудовой кодекс Российской Федерации, не надо никакой забастовки, ничего не надо, но с работодателем, чтобы что-то для себя улучшить, ну ему надо же сказать, всем же понятно, что это наш работодатель, родной отец, поэтому он не может не пойти нам на уступки, для этого надо просто по закону все сделать, а мы же еще ни разу, вот мы прям всем говорим, кричим, ну вернее там где-то там в курилках, чтобы повысить, но мы же еще не сделали ни разу по закону, а по закону есть такая интересная штука, что он, ну допустим, пишется 5-6 просьб каких-нибудь, да, там увеличить зарплату, или же там исполнить 130, то есть 134 статью Трудового кодекса, которые говорят, что работодатель должен повышать эту зарплату на индексацию и вообще реальное содержание заработной платы должно быть включать и индексацию, и что-то сверху этой индексации, вот, потом вот спецформу давно не выдавали, надо бы там что-то, вот эти средства индивидуальной защиты, еще что-то, ну давайте поступим, вот, как по Трудовому кодексу Российской Федерации, написали, собрали, собрали, либо там прошлись по подразделениям, вы за вот эти, да, за, давайте выберем комиссию из пяти человек, которые пойдут именно к работодателю просить, какая забастовка, зачем она нужна, просто надо, вот, комиссия есть, давайте сходим от этой комиссии, причем в комиссию рекомендуется набирать именно тех людей, которые просто верят, безгранично верят работодателю, что он просто классный товарищ, и уж вот такие простые требования, которые прописаны на правовом кодексе Российской Федерации, ничего нового, он просто должен это все точно определить, вот точно определить, и по закону там следующий момент, вот этим пяти человекам по закону они освобождаются от работы на три месяца, и они, работа их будет заключаться в следующем, они приходят один раз в неделю, но это все прописывается буквально на первом уже собрании, на первой встрече, что они два часа, допустим, в пятницу с работодателем обсуждают те вопросы, которые их волнуют, и затем они идут в коллектив и говорят, что вот на данный момент мы с работодателем поговорили по первому пункту, вот у него такие предложения, у нас такие предложения, идет на встречу, не идет, он рассказывает все в подразделениях, и получается, что вот такая работа, она прописана в Трудовом кодексе Российской Федерации, и это не бунт, это все обычно, то есть, коллектив, просто основная задача это коллектив именно подключить к коллективной работе, чтобы они понимали, что есть такое, такое вот именно по Трудовому кодексу Российской Федерации пойти и попросить, соответственно, подписать вот такое интересное соглашение, вот, при этом, когда люди освобождаются от работы, 5 человек, и они ходят по всем подразделениям, вот это вот хорошо бы сейчас сделать именно у нас там во Всеволожске, потому что, сами понимаете, 72 подразделения, если будут люди конкретно освобождены именно по закону, но для этого, если работодатель не понимает, то, естественно, обращается в прокуратуру, его принуждают к этому, к соблюдению именно порядка, соответственно, вот это был бы хороший вариант походить вот этим 5 человеком по 72 подразделениям, объяснить свою позицию, объяснить, чего хотим, и вот это было бы, конечно, классным объединяющим звеном, и вот об этом нюансе, об этом мероприятии, которое предоставляет Трудовой кодекс Российской Федерации, на данный момент практически никто не знает, то есть, те успешные профсоюзы, которые у нас есть, это авиодиспетчеры, докеры, МПРА, они сами этим пользовались, но даже, я думаю, сидящие в этом зале, которые лично знают из них практически всех этих людей, вряд ли об этом когда-то слышали, то есть, такой опыт есть, такой опыт объединяет, но на данный момент о нем практически никто не знает, и хорошо, что есть такая площадка, именно Университет Рабочих Корреспондентов, я знаю, что эту запись посмотрят очень много народу, то есть, сотни человек, и, соответственно, эту информацию могут передать заинтересованным лицам, и это касается не только, понятно, медицинских работников, это касается всех трудящихся, потому что Трудовой кодекс Российской Федерации, он именно для всех, на все профессии, для всех рабочих, служащих, и, ну, в принципе, для всех трудящихся. Ну, и в дальнейшем, когда коллектив, именно, вот эти люди походили, объяснили, ну, даже если не объяснили, то коллектив уже видит, что работодатель даже на такие простые вещи, которые прописаны в Трудовом кодексе Российской Федерации, он просто не идет, то есть он не идет на решение обычных дел, ну, еще раз говорю, то, что прописано в законе, и людей это как бы подхлестывает идти на другие уже действия, и как раз, когда люди массово именно подключаются к борьбе, тогда и проявляются те люди, ну, именно качества людей, о которых и не думал именно, что вот этот человек может способен быть на это, то есть к борьбе подключаются за свои права уже более широкие слои твоего коллектива, и, соответственно, появляются уже те лидеры, которых не видели до начала коллективных действий, и вот в дальнейшем опять же проводится такое, ну, если не удовлетворены требования, соответственно, проводится опять же собрание, опять же, вот эти вот все подписи собираются, но единственный момент, здесь такой есть нюанс, что именно вот эти подписи лучше собирать в два экземпляра, потому что один экземпляр работодатель, другой экземпляр себе, потому что были случаи у тех же докеров, когда их просто рвали, вот эти вот бумаги, которые были собраны, подписи были собраны с 50% коллектива плюс один голос, поэтому надо иметь запасной вариант, его держать там у себя где-то в сейфе, соответственно, если что, просто ксерить с него и показывать уже ксерокопии. Ну и соответственно, когда работодатель уже не идет на какие-то вообще ни на что не идет, то соответственно коллектив уже понимает о чем речь, вот здесь вот он уже подведен под один знаменатель, за три месяца уже точно все понимают, что они хотят и что хочет доказать тот же актив, там тот же профсоюз и уже легче собирать следующие вот вот эта вот часть подписи, опять же собирается именно 50% подписей для того, чтобы вступить уже в более активную фазу и готовиться к проведению забастовки. Опять же, люди, которые проводили забастовки, они говорят, что это достаточно сложный момент вот это вот подготовить запастовку и так, чтобы она была официальной, чтобы ее не отменили, но, как показывает практика, то есть, вот эти вот три месяца уже готовят людей, готовят именно специалистов, которые уже понимают, что нужно сделать, потому что идет консультация не только в коллективе, но и также от других людей, которые находятся вне коллектива и которые готовы помочь, то есть, непосредственно профсоюзу действия помогают сейчас представители МПРА, помогает рабочая партия России, то есть, на данный момент есть люди, которые через это все прошли, и они скажут, что делать, подскажут в любой момент, то есть, основное это как раз сплотить коллектив, объяснить, что делать, а вот именно люди, которые уже это все прошли, они на данный момент имеются и непосредственно, еще раз говорю, в Санкт-Петербурге, таких достаточно много, то есть, это Докер МПРА и рабочая партия России, которая, в том числе, члены ее помогали Докерам вести успешные забастовки. Что повременит? Ну, смотрите, если есть, что сказать, говорите, а если нет, то и нет, скажут вам спасибо. Мне есть, что говорить, устали как? Как вы сами? Скажите, скажите еще что-нибудь. Слушайте? Да, пока еще не заснули. Нормально, нормально, хорошо. Нормально? Ну, просто там 40 минут, говорили, 45, я вот 45, да, сейчас? Да, 40, 5 минут еще законных. Все, я понял, все хорошо. И вот, еще раз говорю, есть кому помочь, именно в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, сейчас развернута широкая именно кампания по освещению нашей проблемы, если предыдущие именно кампании наши были, именно профсоюз действий не хватило, не хватало информационной поддержки, то на данный момент и с информационной поддержкой уже очень все солидно, хорошо, то есть, мало того, что сам профсоюз действий выпускает очень много клипов на эту тему, которые объясняют, что делается, как мы действуем и что мы хотим, именно актив профсоюза, но в том числе помогают и другие организации, которые распространяют нашу информацию на своих ресурсах, и вот эта поддержка, она тоже чувствуется, то есть, непосредственно сейчас даже запущен такой на ВКонтакте послушанно в Ленинградской области у медиков, послушанно у медиков в Ленинградской области, где цель вот этого ресурса показывает то, что творится во Всеволожске, именно объединить всю Ленинградскую область, всех медиков, именно рядовой состав работников здравоохранения, для того, чтобы улучшать условия на местах, потому что тот опыт, который показал, ну, именно пензенский опыт, такой успешный, показал, что каждый район именно в Пензе, он сталкивается с тем, что ну, вот именно идет затык на уровне министерства, то есть, для того, чтобы продавить министерство, это приходится продавливать целиком правительство, это можно сделать только силой, а силой именно в наших сплоченных коллективных действиях, то есть, сейчас идет разговор не только об успешных акциях и заключении коллективного договора во Всеволожске, но и объединение под этим всех медиков Ленинградской области, то есть, в профсоюзе как раз действие, и идет момент, что объяснение, что юристами-то мы вам поможем, но наше будущее, это огромный профсоюз, большой профсоюз в каждом регионе, и еще раз повторюсь, вот этот профсоюз региональный, объединяющий сотрудников всех больниц, всех ФАПов и тому подобное, решит проблемы на местах, ну, вот такая стоит большая задача, и мы постепенно движемся к этому, что касается всех остальных трудящихся, призываю вас это учиться, то есть, мы сталкиваемся именно в профсоюзе действий с тем, что каким бы ты ни был врачом, то есть, непосредственно во Всевышевске, сейчас стали увольнять врачей, которые проработали в организации не один десяток лет, просто потому, что они отказались подписать этот удручающий трудовой, новый трудовой договор, и уволили уже, соответственно, стоматологов, Кудрова, от которого все просто были без ума, но это не повод того, что хороший специалист, не хочешь выполнять наши правила, иди, уволили Лора, который проработал 27 лет, то есть, получается, люди стали хорошими специалистами, но даже будучи хорошим врачом, это не повод, чтобы от тебя не избавиться, потому что система наша сейчас выстроена таким образом, что нам не нужны хорошие врачи, не нам, извините, не нужны хорошие врачи главным врачам больницы, то есть, именно вот этим медицинским чиновникам, потому что система сделана следующим образом, есть единица какая-то, которая занимает какую-то должность, ну, и оказывает соответственно медицинскую услугу, например, ну, допустим, участковый врач, ты врач или плохой, это не важно, на эту должность будут выделяться объемы, и она, вот этот хороший или плохой врач будет эти объемы закрывать, от этого медицинский чиновник будет иметь свою, ну, свой доход, ему все равно какой врач на месте, ему все равно какой медицинский работник на месте, главное, чтобы они закрывали эти объемы, то, что говорят, что есть какая-то страховая медицина и вот эти страховщики будут защищать, в том числе, ну, что-то, как-то действовать на именно качество оказания этой услуги, то, по большому счету, качество от этого не растет. То есть, там такие проверки, которые можно пройти без вопросов, потому что там обращается внимание в основном на том, как заполнена медицинская документация. То есть, даже если плохо полечил и под надзором кого-то заполнил вот эту медицинскую документацию, переписал и тому подобное, все, случай будет оплачен, как бы деньги получены. И поэтому, когда сейчас, допустим, не хватает где-то врачей, пишется приказ, например, такой, а давайте заменим врача на фельдшера. И подписывают. Ну, ситуация такая в Москве, ой, в Москве, в этой стране. Ну, вы же все понимаете, такая ситуация, все, значит, терапевтов мы меняем на фельдшеров, все, вот. Опять получается та же самая система, есть человек, который будет закрывать эти объемы, но качество, конечно, будет другое. Одно дело врач, другое дело фельдшер. Все понимают. В принципе, бывают хорошие фельдшера, но все равно в среднем врач все равно больше знает, чем в среднем фельдшер. Ну, вот таким образом у нас происходит ухудшение здравоохранения. Именно врачи, именно на местах ситуация такая, что качество медицинской помощи будет снижаться, снижаться и снижаться, потому что нету сейчас никаких рычагов и нету никаких, ничего вообще именно внутри больниц, больниц нету, чтобы эту качество медицинской помощи повышать, потому что сейчас все настроены совершенно на другое. Единственный вариант – это развивать профсоюзы, это требовать на местах соблюдения норм, а также выполнения санитарно-эпидемиологических мероприятий, вообще санпинов, приказов, потому что главные врачи устроили следующим образом. Если в приказе написано рекомендовано, они, если это невыгодно, они это выполнять не будут. Ни по заполнению штатов, ни по выполнению санитарно-эпидемиологического режима, ни почему. То есть их главная задача – это получить наибольшую именно прибыль. Ну здесь не прибыль, наверное, да, там не заложена прибыль, а именно выжить как можно больше денег. Ну и мы надеемся, что наш профсоюз, профсоюз действия в скором времени будет огромным и будет диктовать хоть какие-то условия для сохранения, в том числе и медицины. Но именно население мы всегда просим подключаться, потому что подключаться к нашей борьбе, потому что медики сейчас именно замуштрованы такой стадией, что, в принципе, из нас уже вырастили такое беззвучное, чавкающее, мямлющее стадо, которое не может ничего сказать против. И если нам уже сказали это, мы как бы понуро голову берем свой стол и несем в соседнее здание, не сопротивляясь, говоря, да, так нужно. И как бы сейчас, когда я проводил беседы именно с рядовыми медицинскими сотрудниками, они говорят, что нас втоптали в грязь уже давно, а сейчас такое впечатление, что еще изнасиловали. Я спрашиваю, ну и будете что-то делать? Да нет, посмотрим, там будет, если зарплата приемлемая, так и будем дальше работать в еще больших условиях. А есть такое понятие, как пациентские организации, они проявляют себя очень хорошо, то есть, если взять вот центральный район, была такая 44-я поликлиника детская, там врачи также взяли столы и понесли их за километр в другое здание, которое им предоставили. Вот это здание типа под ремонт, но все поняли, что его будут носить. И здесь как раз организовалась пациентская организация, мы подключились именно в профсоюз действий уже на излете этой компании, они что только не делали, потому что именно пациенты, а точнее мамы этих маленьких пациентов, которые лечились в этой поликлинике, они просто решили удушить, если надо, будет и губернатора этого города, который называется Санкт-Петербург, потому что за своих детей они там горой. И получилось, что вот они самые независимые, самые пробивные, там такая была дама с беломором, несите сюда свои документы по зданию, чего вы тут проверяли комиссии, зарубила эти все документы, потому что она работала в каком-то проектном учреждении много лет. Пришлось нанимать другую организацию, этим начальникам было нечем крыть, и потом они оттянули до перевыборов вот в этот, в центральный район этих депутатов, и когда стали предъявлять уже, ну где, где те, с которыми мы, ну извините, их уже нету, а эти уже сказали, да-да, тут очень много нарушений, давайте мы все переделаем. Не знаю, вернутся ли в эту поликлинику, потому что два года там мы должны ремонтировать, но вот сам подход, что именно пациенты решили вопрос целой поликлиники, когда просто врачи вот так вот голову наклонили и пошли куда сказали. Еще там был такой момент, когда я там участвовал, ну там по большому счету я как бы проследствовал, считай на подтанцовке там этой пациентской организации, когда мы были на собрании, там выцепили врача, там была отдельная хорошая неотлога, именно по детской неотлога. Сказали, нет, нас все устраивает, нас перевели во взрослую неотлогу, там хорошие условия, нас все устраивает. В итоге они попали в другой коллектив, к другому начальству, детство ушло в сторону, их начали отправлять этих бедных педиатров, стали отправлять на инфаркты, шоки и все остальное, с чем они не привыкли работать. Для этого тоже, понимаете, немножко надо другую хватку иметь, другой подход, но и как бы когда тебе за 50 менять что-то в своей жизни, особенно вот такое вот трешевое, это когда кардиогенный шок, они не стали. И по большому счету именно детская неотлога, именно врачи, эти врачи практически все ушли, и вот ее уже не стало за какой-то там полтора года. То есть, опять же, здесь тоже не поборолись, и не знаю, восстановят, когда они перейдут обратно, восстановят, не восстановят эту именно детскую неотлогу. Вот в городе, в центральном районе ее просто не стало. Поэтому профсоюз действия наметила эти пути. Это работа как раз в том числе и с пациентскими организациями, потому что был такой интересный момент, был в Тверской области, в Глухомане, ну, в принципе, и Тверь вообще, и Тверская область, это Глухомань сейчас, потому что понятно, что Москва-Тверь победила там пять веков назад, поэтому в Твери все сейчас плохо за пять веков. Значит, врач ушел, тем лишь и тем лишь ски район, это тоже там вообще просто ужас, и у них уходит последний врач, вот последний врач, участковый уходит, потому что маленькая зарплата. Значит, и я просто взял квитанцию, которая там была, ну, пришла квитанция, то есть получается, что если бы каждый житель района, вот та зарплата, которая ей нужна была, нужно было, чтобы каждый житель района, или не района, а вот этих вот деревень, которые они скинулись, по два рубля. Ну, вот она обслуживает там какой-то куст, по два рубля. А за нормальную зарплату у них считается 25. А за вывоз мусора они все платят по 50 рублей. То есть вывоз мусора и врач, понимаете, как бы вот такие соотношения. То есть получается, что люди не спросили вовремя, а почему у нас вот этот врач ушел, а почему ушел вот этот врач. Просто постояли, понаблюдали, и тем самым, вот если бы они раньше бы спросили, почему такая зарплата низкая у врача, там просто крайне низкая, почему вот условия такие. Вот сейчас, например, в этом во Вселожском районе фельдшер из деревни Каменка уходит, потому что ей поставили в вину, что она неизвестно куда делала три мешка угля. То есть ей выделили 4 тысячи на отапливание вот этого, это в нашей Ленинградской области, здесь во Вселожском районе. Вы выделили каких-то, ну, каких-то 4 тысячи на отопление углем, там вот этой вот, где она принимает людей, там в этой деревне, и там дачный каломерат, этот Дунай. И вот ей там это все вину поставили, она сейчас психанула, уходит. Ну и вот люди там, 100 домов остаются, ну и плюс вот этот Дунай остается без медицинской помощи. Староста этого села пошел к врачу именно Морозовской больницы, ну это никто по большому счету, не те часы приема или еще что-то. Но все равно надо подключаться и бороться, потому что именно медицинские организации, они создаются для населения, а не для того, чтобы там медики работали. Трудно объяснил. Ну, короче, медицинские организации, мы там работаем, но это все для населения. Вам в том числе надо подключаться для борьбы за права, за свои права. Ну и заканчивая о коллективных, именно о коллективных действиях, еще раз говорю, наш опыт говорит о том, что надо организовывать именно трудящихся на местах, все посильно, единственное, что вот именно сразу доставать шашку и махать, а ну давайте все на баррикады, не получится. Надо самому поучиться. Вот этот опыт о том, что ты становишься классным специалистом, но при этом тебя выгоняют с работы, говорит о том, что надо бы поучиться еще чему-нибудь. То есть, если я на медика учился в среднем, ну в целом у меня получилось где-то в районе 10 лет, то, соответственно, надо поучиться, ну и продолжая учиться, естественно, ну прямо плотно учился 10 лет, то, соответственно, чтобы отстаивать свои права, надо поучиться еще, ну минимум 3 месяца, послушать лекции, посмотреть вот эти вот записи с университета рабочих корреспондентов. Очень много вывешивает рабочее телевидение на канале. Соответственно, надо посмотреть эти лекции, поучиться, есть у кого главное поучиться, потратить время, потому что именно ситуация в стране идет к тому, что только коллективные действия на предприятиях выдернут страну из того, куда она сейчас катится. Спасибо. Значит, спасибо, Григорий Вячеславович. Этот вопрос вам подложили, потом будет еще один. Комарова Галина Васильевна, скажите, пожалуйста, осознаете ли вы свое ответственность за здоровье людей? Считаете ли вы, что коллективный договор решит проблемы, связанные с безобразным состоянием здравоохранения? Может быть, в числе чисто меркантильных пунктов требовать увеличения финансирования с целью расширения возможности качественной медицинской помощи? Тут же вот какое дело, чтобы вкратце сказать, ответить на этот вопрос, у нас сейчас именно здравоохранение организовано таким образом, что деньги, которые поступают в медицину, они сразу уходят из нее по карману. Каким образом это сделано? То есть, говорится о том, что вот у нас финансирование, недофинансирование по сравнению с тем же Польшей или Англией, должно быть там, кто-то говорит, 7%, кто-то 8% из ВВП должно выделяться на медицину. Но получается следующим образом. Сколько бы вы сейчас не вливали в медицину, оно сразу идет не по назначению. Каким макаром? Посмотрите, например, такой пункт. Большая часть именно финансирования идет на оплату, именно на заработную плату работников здравоохранения. Если вы возьмете отраслевое соглашение, Министерство здравоохранения, вот это трехстороннее, между предпринимателями и профсоюзами, вы в 8-м пункте прочитаете интересный момент, что из фонда заработной платы или из фонда оплаты труда администрация себе сразу может взять 40%. То есть, представляете, приходят деньги из центра и сразу же могут взять чуть ли не половину. Это прописано в отраслевом соглашении. Дальше смотрите, следующий момент. Возьмем 100 рублей, 40 рублей уже забрали, да? Вот 40 уже нету, остается 60. Дальше идет мизерные оклады. То есть, Путин, Скворцово должно быть 55% оклад в зарплате, 30% стимулирующих, 15% компенсации, я все компенсаторный, дульный тормоз-компенсатор. Нет, вот. А у нас во многих регионах это не выполнено. А если выполняется, вот у них был срок до 2020 года это сделать, и они вот сейчас, сейчас в некоторых регионах выполняют. Получается, допустим, всего лишь 20% это оклад в зарплате, остальное стимулирующие, и остальное вот эти компенсации. То есть, получается, работодатель берет 40% уже точно себе, и еще вот 20 рублей, ну там 30 рублей отдает точно, а вот за остальное может еще побороться. Каким образом? В свою сторону. Выговор тебе, выговор сняли, и тебе выговор, и тебе сняли. И получается, работник почему-то получает еще и вот эти вот, то, что типа отложено на стимулирующие, он их тоже может не увидеть. За это тоже, ну как бы можно положить себе в карман. Чувствуете, да, вот эта система как создана? Или, допустим, медикаменты, да, медикаменты. Те фабрики, которые, и вот эти производства, которые производили эти товары, они сейчас куплены семьей Голиковой. Слышали такая Голикова, министр здравоохранения, бывшая социального развития? Они куплены сейчас, соответственно, они диктуют именно цены на эти таблетки. Ну, любые препараты. Насколько они повышают и задирают цену? Есть такой препарат талидамид. Значит, может быть, слышали, талидамидовые уроды в Англии были. Ну, просто вот один из ярких примеров. Итак, был такой препарат талидамид. Как его создали? Решили создать очень дешевый антибиотик. Все, взяли вот эти самые дешевые компоненты, соединили их, антибиотик не получился, но вдруг получилось классное обезболивающее. То есть, из ерунды и классное обезболивающее еще со снотворным эффектом. Ба, классная вещь, дешевле аспирина. Стали доказывать, что, а, самое лучшее решили, что это вообще самое лучшее обезболивающее для беременных. Еще и с седотеным эффектом. Стали кормить в 60-х годах этих беременных. Стали появляться вот эти вот уроды без рук, без ног. Ужас, отменили. Вдруг выяснилось, ба, так он же подавляет развитие соединительной костной ткани. Костную ткань подавляет, значит, можно использовать для раковых больных, а также для больных лепры. То есть, понятно, там развивается костная ткань. Взрослому давать можно, ничего страшного. У него закрылись уже все очаги роста костей и тому подобное. Все, можно давать. Отлично. Получилось классное противораковое препарат. Цена его какая? Если он был дешевле аспирина, соответственно, его цена ничто. Понимаете? Вот этот аспирин у нас, это стилсельцевая кислота, она вот в Корее любого хвойного дерева есть. То есть, вы отварите себе там на природе, можете и полечиться этой корой. Получается, таблетка не стоит ничего. Ну, может, вместе с упаковкой рубль за 10 таблеток. Понимаете? Если вы сейчас наберете этот ледонит как раковое средство, оно стоит 8000 рублей. Одна упаковка, которая ничего не должна стоить, стоит 8000 рублей. Те же вот эти онкологи говорят, что вот эти препараты, которые мы сейчас пользуемся, ну, кроме вот всяких молекулярных там, что-то там, тра-та-та. А вот основная группа препаратов, именно химия, которая давит, она изобретена 70 лет назад, она сейчас, ее цена ноль. Ну, и теперь давайте поймем бюджет медицины. Представьте, значит, на все-все-все-все-все здравоохранение, вот эти всякие поликлиники и тому подобное, в этом году выделили до 300 миллиардов, а вот на борьбу с онкологией, да, вот на все эти лекарства, выделили триллион. То есть, понимаете, да, вот эти вот таблетки, вы можете сразу вот эти три нуля отнять, вот мы сейчас выяснили с вами по таллидомиду, точно три нуля отнять, они не нужны. То есть, вот эти фабрики, которые поставляют, они сразу вот, и кто это делает? То есть, Голикова, говорят, что детям нужны вот эти вот препараты, вы сами понимаете, насколько это вот эта онкология сейчас страшна, и все остальное. Вот под это, вот организовали себе вот такую контору. по тем же машинам, допустим, да, по этим, как он называется, по тому оборудованию, которое мы используем. Вот взять, допустим, кардиограф. То есть, если вы разберете кардиограф, да, то вы выясните, он состоит из пластмассовой коробки. Вот она так штампуется, ее там цена от силы, там, рублей 50. Ну, вот эта коробка из двух частей. В нем стоит моторчик, который вот так вот крутит, вот так вот, чтобы лента выезжала. Стоит какая-то микросхема, которая стоит копейки. Сейчас у некоторых стоит экранчик, и можно передавать смс-ка и передавать эту штуку, ну, кардиограмму куда-то на центр. Ну, сейчас телефон, который там передает, он стоит сейчас 300 рублей на выходе. Коробка, моторчик и тому подобное. Цена вот этого агрегата, ну, может, самое большое – 2000 рублей. Потому что это все вот так, и сумка сверху. Нам их продают минимум за 140 тысяч. Чтобы понимать, вот что именно эта штука стоит, что она стоит не больше 2000 рублей. Я тут покупал ребенку игрушку, называется квадрокоптер. Значит, смысл следующий. Там 4 моторчика с пропеллерами. 4, не один, 4. Он поднимается, у него там камера. У него телефон, это все это передается мне на телефон, и я вижу картинку на телефон, и чувствуете, какая технология? Цена 3000 рублей. То есть, за 140 тысяч этот кардиограф должен долетать до пациента, сам снимать кардиограмму, прилетать обратно и говорить, ладно, там фигня, там не надо ничего, понимаете? И я к тому, что у нас сейчас, я возвращаюсь к вопросу, может быть, какие-то меркантильные, на уровне больниц, как раз за счет нормирования труда, когда, например, главный врач спускает норматив, что один врач должен в терапевтическом отделении закрывать 50 коек, а в нормативных документах всего 15, то вот здесь вот идет уже повышение заработной платы. И когда главные врачи говорят, что нет, нет, там на министерстве, там не положено, вот нам столько спустили, больше не положено, а как он может попросить больше, да? То есть, он придет и скажет, вы знаете, вот на эту помощь не хватает каких-то денег, а ему сразу же скажут, ты что, дурак, что ли, ты там берешь половину сразу, тебе что, мало, что ли? То есть, вот это звено, что главный врач понимает, что на оказание этой медицинской помощи маловато денег, и тариф должен быть намного больше, он не может это решить с комитетом, потому что у них своя, ну, как бы, взаимодействие, и комитет знает, что он себе уже отхакал столько, что больше не надо. То есть, вот этот момент, именно надо снизу давить, что снизу объяснять, что вот это нормирование труда, там, вот в владейном поле, да, в нашем тоже я санитаркам объяснял, они там пришли, что, я говорю, девочки, у вас же должны быть инструкции на руках, вот у тебя инструкция должностная на руках, ты смотришь, о, вот это по инструкции, а это почему вы меня заставляете работать уборщицей, вопросы, и буфетчицей, то есть, она только что в моем унитаз бежит раздавать еду, то есть, она закрывает одна, три функции, три должности, и работает на полторы ставки, и получается, что она одна за четыре с половиной должности человека работает. Соответственно, мало того, что она лишает людей работы, во-вторых, она сама там замучивается на этой работе, она детей никого не видит и работает на копейки, то есть, выгоды от этой никакой, и вот профсоюз действия как раз вот это все и объясняет. Но пока идет тяжело. Спасибо огромное. Вот последний ваш пример, он ясно говорит о том, что, в принципе, вот этот меркантильный интерес, вы извините, это, ну, может быть, выступление, оно короткое. Ну, мы не записались. Меркантильный интерес, он тормозит даже вашу деятельность, потому что они не соображают, ну, допустим, эти санитарки даже, они не соображают, что надо трясти повыше. Понимаете? Ну, для этого надо объединяться. Одному-то без толку трясти. Никто не спорит с этим. Я говорю только о том, что вы все-таки не докеры. И все-таки дело умеетесь с людьми. Правильно ли? И все-таки врач должен, прежде всего, думать все-таки о людях. Правильно? Ну, сейчас люди людьми, но сейчас, мы сейчас живем при капитализме, и нашу медицинскую услугу, мы сейчас медицинскую помощь поменяли на медицинскую услугу. А что если в коллективном... Спасибо, я все понимаю. Я это все понимаю отлично. Меня интересует, что коллективный договор может дать для того, чтобы тряхануть не то, чтобы глава врача, а волику. Может дать зарплату, чтобы тряхануть граф врача. Да. А волику вот тряхануть. А мы трясем уже даже наши... У нас в профсоюзе всего сейчас на данный момент 4,5 тысячи. Всего 4,5 тысячи. Но как мы во всех регионах и выходим с одинаковой повесткой, соответственно, к нам начали прислушиваться. То есть сейчас они все боятся, в том числе и коллективных действий на улице, что вот это мы как бы спровоцируем. Прислушиваются, прислушиваются сейчас. Будут тысячи, десятки тысяч будут больше прислушиваться. А еще есть какие-то профсоюзы медицинские, которые... Вот, Григорий, сейчас вопрос от Владислава, значит. Сейчас, подождите. Записывать надо вопросы. Записывать и подавать. Что здесь в Вече? Вот. Владислав, пожалуйста, нужен ли такой вопрос? Как так называемый профсоюз-альянс врачей дискредитует наше общее старание? Ну, возникают вопросы о других профсоюзах, но логика КТР, в которой мы состоим, это мы взаимодействуем со всеми профсоюзами. Взаимодействуем ли мы здесь в Санкт-Петербурге с так называемым профсоюзом-альянс врачей? Нет ни взаимодействия. Во-первых, мы их здесь вообще не знаем, мы их и не видим. И как бы есть такое понятие, как именно борьба именно людей, состоящих в профессиональных союзах за свои интересы. Но на данный момент, еще раз говорю, у нас никакого взаимодействия с ними нет. То есть сказать, хорошие они или плохие, мы именно как профсоюз их не видим. То есть именно как профсоюз. Как политические какие-то высказывания с их стороны мы видим, но опять же тоже по каким-то там отдельным роликам. Да, там есть какой-то шумиху они там наводят. А именно как профсоюз, с которым можно взаимодействовать. Я такого взаимодействия еще не видел. У нас было пару передач, именно один из сопредседателей, может, слышали, такой Коновал есть, Андрей Коновал, так как у нас освобожденных всего там два человека, но сейчас на данный момент три из всего профсоюза, и была очень слабо поставлена работа именно, ну там вот камеры у нас не было ничего. Мы попробовали с ними записать именно пару передач, именно Коновал, там в Москве, но на этом все и закончилось. То есть там даже на этом, даже на этом уровне и не получилось совместных никаких действий. Даже передачу записать. А лучше о действиях именно коллективных мы пока не слышим от этого. на федеральном уровне есть какой-то профсоюз медицинский? Ну, есть. Ну, ФНПР-овский есть, конечно. ФНПР-овский есть. Есть, да? Ну, это Желтые профсоюзы, так называемые. Ну, понятно. Ну, он и у вас в организации есть, да? Есть. И как вы взаимодействуете? Взаимодействуем следующим образом. Непосредственно у меня в организации, это 52-я поликлиника Выборгского района, лидер Желтого профсоюза подал коллективный договор, где нас всех лишили дополнительного отпуска либо снизили. И защитил этот коллективный договор. Так вот, у вас два профсоюза, они защитили договору? Они смогли. А так как мы просто, ну, как бы, сказали сразу отодвинутыми и даже не знали, что это происходит именно, что уже происходит, никто бы не поставил. Уже, ну, как бы, за догоняющим поездом летели, но это ничего не значит. То есть, общий момент какой? Даже если защитили, если они установили вот этот коллективный договор и все на три года по закону, по Трудовому кодусу Российской Федерации, нам никто не запрещает вносить изменения сразу же после, вот на следующий день, как только подписали. Но опять та же самая процедура. Надо набрать 50% и тому подобное. Но так как вот совсем закрутили гайки, сейчас у работников медицины, может, вы это видите повсеместно, следующий протест. А я уволюсь, и вот вы все узнаете. Ну, вот они увольняются, и мы все узнаем, что узнаем. И вот это вот ухудшение идет повсеместно, ну, вот они побегают по кругу, да, там, но по большому счету на месте никто не борется. Именно так. И это очень тяжело доказать, потому что, еще раз говорю, вот Санкт-Петербург и даже Ленинградская область, по сравнению с другой страной, очень, ну, здесь зарплаты больше. То есть, когда человек приезжает с 15 тысяч, а тут ему платят 50, они там семьей приехали, муж и жена работают на скорой, сразу получают деньги, там, в три раза больше, чем получали там, им хватает и снять жилье, и здесь ипотеку взять. Они как-то вот не слушают, что можно еще поднять заработную плату за счет коллективных действий. Поэтому вот именно, еще раз говорю, надо мягко к этому вопросу подходить и объяснять, что, ну, давайте не это вот, чем-то другим. Но для этого нужен человек, который понимает, как это делается. Но еще раз говорю, сразу на баррикады не звать. Это отпугивает сейчас. Все, да? Больше вопросов нет, на уступление не записались. Я скажу пару слов, и, значит, что хотел бы сказать. Что низкие зарплаты – это уничтожение целых отраслей промышленности. И вот была у нас лекция прошлая Владимира Петровича Огородникова, где о патриотизме и так далее. Значит, вот патриотизм работников – это вот бороться за свою зарплату. Потому что низкие зарплаты – это уничтожение России, это вымирание России. И вот такие обвинения в меркантилизме – это, конечно, объективная работа на работодателя. Это работа на вот этих граф-врачей с завотделениями, которые, грубо говоря, разворовывают все. А переключение, что вот здесь, что вы с граф-врачом идите к Голиковой, это попытка кастрировать рабочее движение, переключить, чтобы вот они куда-то там шли, куда-то туда. А чтобы вот здесь, нечего здесь этим и заниматься, это меркантилизм. И вообще, говоря, требовать от людей с такими зарплатами, а в деревнях там действительно люди такие копейки, что вот они, что вот они, когда-то у Гиппократа давали, вот они должны. И надо сказать, что вот авиадиспетчерам бастовать запрещено, медикам бастовать запрещено. Только забастовки авиадиспетчеров в начале нулевых годов сохранили авиадиспетчерскую службу и сохранили от контроля американцев русское небо. И только забастовки врачей сейчас могут сохранить нашу медицину. Это совершенно понятно. А это троцкизм. Вы работаете за идею, а денежки мы будем красить себе в карман. Это вот троцкисты так говорят, и начальники сейчас местные это очень любят. Вот раньше работали за идею, вот у тебя, Ваня, одни только деньги на уме. А вот люди в сороковых годах за идею работали. Вот вы сейчас работаете за идею, а мы денежки будем тебе в карман. Это троцкизм. Это троцкий так призывал все за идею работать, а сам в дворцах жир. Так что поэтому это здесь не вопрос. Как Григорькова. Его есть, деньги, можно взять на любом уровне. Вам уже рассказал, Григорьевич Славович, сколько денег сразу кладется по начальству, по карманам начальства, даже на уровне больниц, поликлиник и так далее. И это вообще не разговор, только подъемом зарплаты можно спасти любую отрасль, будь то медицина, будь то все что угодно. Без этого пропадет медицина, и все мы пропадем. Неужели непонятно, что борясь за свои интересы, как выражаете, меркантильные, работники борются за сохранение медицины тем самым. Это первое. Значит, и второе. Вот именно коллективные действия. Вот как воспитать нового человека, борца? Вот это самое. А как воспитывать? Говорят, вот были в 17-м году, такие были рабочие, которые там шли, и все такое, а сейчас вот такие вот все работники, ничего, они не срушают, то и все. Как воспитались рабочие такие в 17-м году? По крайней мере, в 90-х годах 19-го века уже была мощнейшая борьба в Санкт-Петербурге. Да, стихийная зачастую. Еще не было большевиков, не было партии, но рабочие боролись. Вот они научились именно за свои меркантильные интересы, как вы уражаетесь. Именно против увольнения своих товарищей. Заступались за своих товарищей. Была привычка такая. Не надеялись на суды, на прокуратуры, а когда директор выгонял неправильно рабочих, шли к нему в кабинет. И бывары избивали, и директоров, и хозяев на тачке вывозили из завода. И знали, что за это придет полиция, будет им плохо, царизм был, и посадят, может, кого-то. Но, тем не менее, был вот такой рефлекс, чтобы заступаться за своих товарищей, решать вопросы самим. И мы не случайно так заостряем, что бороться за интересы рабочих, а не за права рабочих. Что такое бороться за права? Что такое бороться за права? Бороться за права – это значит, что были законы записаны, а вот потом, если что-то будет не так, мы пойдем в суд, пойдем в прокуратуру, приедет ОМОН, нашего директора повяжет, и за нас заступится. Не приедет и не заступится. И это вот совершенно отвратительная идея – бороться за права работников. Бороться надо за интересы. Это не значит противоправными методами. Я здесь не призываю противоправными методами бороться. Но прийти в кабинет к директору и поговорить – это не противоправный метод. Если человек стоп ведет, заполонит весь административный этаж. Это не противоправный метод. Это не экстремизм, ничего. Это вот нормальный разговор, как и должны разговаривать тысячи людей с одним человеком. На заводах, где тысячи людей работают, там охраны от силы десятки человек. И вот эти тысячи человек, они на цыпочках ходят и боятся, как бы директор что не сказал. А почему? А потому что у них сидит вот меркобуржуазное внутри. Что вот я сам, я вот как-то выкрутил, у меня есть права, вот я к юристу пойду, я к адвокату пойду, я вот напишу то, напишу то, а то он выясняет, что это вообще не работает. И вот, ну я специалист, вот как говорит Савченко, вот все, уйду и сидите тут без меня. И это вот к этому сводится. То есть рабочие не видят в своих товарищах главной защиты от производства работодателя. Они готовы скорее с работодателем, там как-то хвостом перед ним крутить, а вот своего красного чувства, что вот это его товарищи, соратники, а это вот начальник цеха, он вроде бы уважаемый, но он не для рабочих делает, он делает, он у рабочих отнимает деньги, обворовывает рабочих постоянно. Вот такого чувства у них нету. И это вот очень плохо. И отсюда лечиться, именно вот это надо поднимать рабочих, а как будет опыт борьбы у рабочих, это будут те самые новые люди, воспитания новых людей, которые построят государство диктатуру пролетариата. Но государство диктатуру пролетариата не построится, пока не воспитаются эти новые люди. Некому его строить, потому что сейчас. Они будут, если не построить государство диктатуру пролетариата, так можно сколько угодно, тут эти революции всякие, ходить, свергать, свергнем в отставку, дорогой, то, все, уходи, уходи, как сейчас в Белоруссии, сколько угодно это все орать, вместо одного президента придет другой, а если надо не свергать, а строить свое государство, а чтобы строить свое государство, нужны люди, имеющие опыт коллективных действий. Вот Григорий Вячеславович рассказал нам про коллективные действия, его за это поблагодарим. В заключительном слове скажите что-нибудь. Чтобы понимать, насколько все плохо и объяснить, потому что здесь все-таки очень много теорий рассказывается, надо понимать, что именно буржуазная Россия от Советского Союза получила такую классную монополию, как здравоохранение, именно советское здравоохранение, именно в Российской Федерации. И сразу пошло на такой момент, это знаете, такое они там идут на рынок они, то есть они отклонили вот этот момент, они не понимают, что такое монополия, и они та же Скворцова неоднократно говорила такие слова, что у всех был равный доступ до медицинской вот этой вот отрасли. тем самым они взяли и сейчас вот в течение 12 лет уже очень интенсивно, они разрушают именно монополию. Каким образом? Ну вот, чтобы вы понимали, как это на местах происходит. Ну, по зарплатам уже понятно, да, то есть они спускают деньги в регионы, а в регионы сами тут начинают эти все деньги резать, как им тут нужно, да. И отчет в Министерство здравоохранения не может сдать. Это первый момент. Второй момент. Равный доступ. Вот эти главные врачи вместе с местными мэрами, пэрами, со всеми всеми поняли, что это такое. Ну, вот уже сориентировались на местах. И получается следующее. С помощью местных бизнесменов они открывают, например, клинику гинекологии, стоматологии, сдача анализов. Слышали такие частные клиники? Они сейчас... А что врачи при этом делают? Бывают в эти клиники, правильно? Дальше, смотрите, дальше чего. Если у вас открылась клиника, да, твоя клиника, ты главный врач, и у тебя есть вот такая клиника, которую ты открыл. Твоя личная задача сделать невыносимые условия работы медицинского персонала, чтобы он ушел из больницы и перешел в твою клинику работать. Все. Понимаете? Вот я как врач, мне по большому счету все равно где работать. Главное, чтобы были нормальные условия и не дергали. А если тебе здесь маленькую зарплату, постоянно тебе домогаются, еще чего-то. Ясное дело, ты психонёшь, уйдешь, походишь в кругами. Ну, и больные помирают. Где-то рядом с домом, да, а чего, больные. Конечно. Получается, да. Получается, да. Но здесь, здесь опять же разговор идет то же самое, взять, да, советскую Россию про кулаков, та же самая тема, пусть все умирает, вся наша промышленность, а я конкретно здесь. Врач-то не кулак. И чего? И все? А он этого не видит, он этого не понимает. Он этого не видит, значит, он не врач. Нет, он не понимает общей системы, понимаете? Он не понимает. Он понимает эту систему. Да ваша ненависть не на врачей, она на врачей направлена, а не на заведующих этих, которые воруют. Я просто всем... Вы подпевали этим врачам, граф врачам. И все. И врачей на вас. И соответственно, то есть, если бы это была монополия, единая, и был единый, как раньше, ну как бы, вот эти вот тарифы все, вот эта сетка тарифная. Соответственно, было бы понятно, в каждом регионе одна и та же зарплата по всей стране в зависимости от, допустим, северной или там дальнего востока. Вот если бы к этому пришли, и народ бы... Зачем ехать в Москву, если там та же самая зарплата или в какой-то другой регион? Везде все одинаково. Это бы позволило сохранить. А тут сама Голикова говорит, я никогда не могу повлиять на зарплату конкретного врача в конкретной больнице. А кого это зависит? От главного врача. Вот и весь ответ. То есть получается, что мы, ну как бы, была монополия, которая называлась здравоохранение, и сейчас она ее просто раздирает во все стороны, называет рыночными отношениями. Все. И вот оно один из тех моментов ухудшения именно состояния медицины сейчас. Ну и опять как спасаться. Конкретно спасаться это объединяться именно в боевые профсоюзы и коллективными действиями, отстаивать вот те мелочи, о которых, ну типа мелочи, именно бороться за, не мелочи, именно бороться за зарплаты, да, за свои, бороться за условия труда, тем самым, как бы, объединяться. Ну и вот у нас основное из лозунгов, которые, не лозунгов, а одно из требований, с которым сейчас профсоюз действий идет после последнего съезда седьмого, который состоялся в сентябре, это возвращение именно вот к этим тарифам, к той сетке, которая была в Советском Союзе. Потому что Голикова об этом сказала, что мы к этому идем. Сейчас ковид-инфекция в двадцатом году, они сказали, ну должны были в двадцатом году снова прийти, двадцатый год накрылся, двадцать первый год, они сказали, мы отсрочим, перенесли это все на двадцать второй год. Ну, а мы считаем, что нечего переносить, надо возвращаться к этому уже в этом году, ну, который уже будет следующий. Все, спасибо. Значит, товарищи, следующая лекция у нас «Борьба за улучшение условий труда в ходе проведения СОУ». Прочитает кандидат Министерских наук Денис Борисович Дегтярев. Я хочу сказать, что тема эта очень актуальная. Сейчас вот как раз в эти минуты печатается газета «Народная правда», где на первой поросе напечатано выступление нашего товарища на Российском комитете рабочих Горбушкина о как раз необходимости борьбы за то, чтобы сохранить те льготы за вредность и, соответственно, стимулировать работодателя на уменьшение вредных условий труда, которые пропали в связи с внедрением так называемой СОУД. Так что я думаю, что Денис Борисович здесь интересно расскажет. Он профессионал в этом деле. Очень рекомендую эту лекцию. Все, спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Спасибо. Спасибо.